В преамбуле правил международного разведения ФЦА черным по белому указано, цитирую, в разведении должны использоваться только те собаки, которые обладают здоровой наследственностью, чтобы сохранять функциональность породы, ее тип и темперамент, соответствующий определенному стандарту, без передачи каких-либо существенных наследственных дефектов их потомкам. К сожалению, не все собаководы твердо следуют вышеуказанному стандарту. Есть в хозяйстве животное. Зачем добру пропадать? Можно смело сводить с представителем той же породы другого пола. Или нет? Даже просто размножением собак и то заниматься непросто. А если серьезно заниматься разведением какой-то определенной породы, необходимо иметь специальные знания. Для этого нужно хорошо знать историю данной породы, этапы, которые она прошла в своем развитии. Для этого необходимо знать стандарт данной породы, принимать участие в выставках и знать лучших представителей этой породы. Для разведения собаки первично отбираются. Что в себя включает отбор? Первое. Это отбор по состоянию здоровья собак. Каким способом происходит отбор по состоянию здоровья? Это проверка собак на тест АД на выносливость. И проверка у собак отсутствия дисплазии тазобедренных и локтевых суставов. Следующее. Отбор по психическим качествам. Собаки должны быть уравновешены, с быстрой сменой процессов торможения и возбуждения. И третье. Это отбор по анатомии, по строению собак. Они должны соответствовать стандарту. Далее уже работа заводчиков. Это подбор племенных пар. Где же найти достойную племенную пару? Как отыскать отца для будущего потомства или мать, что даст действительно хорошее поголовье? Самый проверенный вариант – это не пропускать ежегодные выставки, а участвовать. Подтверждая как свои характеристики, так и отслеживая общую тенденцию породы, выявляя ее лучших представителей по судейским критериям. Собаководство – это очень широкое поле деятельности. Кто-то сделал это своей профессией. Кто-то просто не мыслит себе жизни без собаки. И говорить, что правильно – это участвовать в выставке, а неправильно – это не участвовать в выставке, так нельзя. Это выбор. Выбор человека. Я бы здесь сделала акцент на другое. Не сенс участия в выставке, а сенс в том, что эти люди, которые говорят, что мы взяли собачку для себя, мы никогда не пойдем на выставки, мы не будем вязать собаку, мы не будем разводить щенков. Наступает момент, когда они вдруг решили – а мы хотим. И вот здесь люди, которые далеки от вот такой племенной работы, они гуляют в парке, встречают собачку, которая тоже принадлежит к той же породе, что и их любимец. И говорят, слушай, у тебя собака, у меня собака, давай повяжем. Давай. Повязали. Но что они получают? Какое потомство получится от этих детей, никто не знает. Потому что там могут быть и близкородственные связи, там могут наследоваться те недостатки, которые присущи обеим собакам, они закрепятся, и в итоге идет вырождение породы. Поэтому прежде всего вот эти выставки, плембсмотры и выставки – это отбор лучших особей для сохранения породы. Что такое вот выставка ранга ЦАЦ, например, с точки зрения владельцев суп, девочек? Это ринг кобелей, юниоров, открытого класса. И вокруг этого ринга кто стоит? Стоят владельцы суп с каталогом, с ручкой, с карандашиком и смотрят. Ага, в первую пятерку прошли вот эти кобели. Вот этот, 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 этот. Первое место занял вот этот кобель, а вот этот второй. А третий, он хоть и третий, но он мне так нравится. И уже люди подходят к этому разумно. Они проверяют родословные, они смотрят, чтобы не было близкородственного скрещивания, имбридинга. Потому что есть разрешенный имбридинг, а есть запрещенный имбридинг. Вот, они выбирают экстерьерную собаку. Потому что когда эксперт работает в ринге, он сразу отсекает тех собак, которые а, имеют недостатки или, не дай бог, пороки, б, психика. Если выйдет в ринг пять собак, они будут все в рамках стандарта, все будут хорошие. Но обязательно у какой-то из собак будут какие-то анатомические погрешности. И в зависимости, и даже та собака, которая выиграет, у нее тоже будут какие-то анатомические погрешности. Но выиграет та собака, у которой эти погрешности минимальные. И у которой в целом, в целом очень гармонично сложена и непринужденно, радостно показывает себя в ринге. И вот это поведение в ринге говорит о здоровой психике этого животного. Что же ложится в основу племенного разведения, что является фундаментальной базой, которой можно присовокупить практический опыт? Племенной подбор пар идет по происхождению, по анатомии, по психике, по типу и по наследственности. Подбор по происхождению ведется на базе знаний данной породы. Некоторые линии между собой хорошо сочетаются, некоторые нет. Это ежедневная кропотливая работа. При этом важно знание теории. Раньше в клубе собаководства ДОСА в Советском Союзе была должность зоотехника. И планом составления племенных пар занимался зоотехникой. Сейчас у нас свободное разведение, и разведением занимается каждый заводчик индивидуально. Благодаря заводчикам насыщается порода различными типами, с характерными для нее чертами, в анатомии, в окрасе, в особенностях поведения. В питомнике служебного собаководства «Мотор Сич» разведением немецкой овчарки занимаются более 20 лет. Залогом успеха племенной работы является правильная, продуманная ее организация. Тщательное, систематическое совершенствование племенных качеств собак, что и является задачей селекции. Условия ее выполнения – своевременное выявление качественных изменений в потомстве племенных собак, возникших под воздействием на их родителей различными методами и приемами разведения. Дальнейший, наиболее целесообразный отбор и подбор собак для усиления и закрепления в потомстве желательных качеств. Во времена зарождения питомника в породе «Немецкая овчарка» понравились очень две собаки. Это чемпионка мира Фанта Фондер Венерау и чемпион мира Кимон Даннелл Хэдисхоле. Вот этих двух собак мы взяли себе за эталон в типе для разведения. В настоящее время в питомнике ведется несколько племенных линий. Вот племенных маток нашего питомника мы специально подбираем производителей в данном типе и оставляем в таком же типе потомство. На сегодняшний день в питомнике есть очередное обновление поголовья от нескольких пар. Потомственные чемпионы – характерные, породные, но пока еще молодые овчарки ждут встречи с новыми владельцами, или лучше сказать, друзьями. Теперь, зная о той сложной и многоуровневой работе, которую делает заводчик, становится очевидным – при покупке и выборе щенка свое предпочтение стоит отдавать профессионалам своего дела.